В Перме закончился прием заявок от кинокомпаний, планирующих осуществить съемки в Прикаме и заявиться на ребейт, то есть возмещение части затрат на производство кино, снятого в нашем регионе. Заседание экспертного совета состоится уже в марте. На связи с нами Алена Семерякова-Волкова, директор АНО Центра развития кинопроизводства. Алена, здравствуйте. Добрый день. Скажите, сколько поступило заявок? На сегодняшний день к нам поступило 15 заявок. Все они находятся сейчас в обработке. Мы готовим их к заседанию экспертного совета. Какие режиссеры и кинокомпании заявились или планируются уже? Я сейчас, пока не прошел экспертный совет, не буду называть все картины. Могу только сказать, что у нас, конечно, добавляются новые кинокомпании, которые еще не реализовывали съемки на территории Пермского края. И, что не менее приятно, возвращаются те, кто уже с нами работал. В том числе Антон Богданов заявился с несколькими проектами. Также из режиссеров потенциальных проектов могу сказать, что там есть много интересных людей. В том числе и Владимир Кот, Иван Добронравов, Олег Фомин, ну и многие другие. Все полные метри или все-таки будут сериалы? Нет, в этом году у нас прям рекордное количество сериалов заявилось. Из 15 проектов 5 имеют многосерийный характер. Это в основном проекты в жанре драмы, мелодрамы. То есть это не комедийные сериалы, многосезонники. Это такие просто длинные фильмы, разбитые в сериалы. Какие места планируются для съемок вот этих сериалов и фильмов? Традиционно есть небольшое количество проектов, которые будут сняты на территории Пермского края. Причем и летом, и в зимний сезон. Мы задействуем также активно и Каменный город, Усинские столбы, в село Крым в этом году вновь посетят киногруппы. Мыс Стрелка, в Кусе Александровский. Ну, в общем-то, практически везде по краю поезда. А вот есть ли изменения в составе экспертной комиссии? Да, экспертную комиссию до сих пор у нас возглавлял Павел Семенович Лунгин. Но в этом году он не войдет в состав экспертного совета по личным обстоятельствам. У нас добавляется новый член экспертного совета, который, возможно, станет председателем. Но это будет решено на заседании. Это Федор Леонидович Добронравов. Когда ожидать результаты заседания вот этой комиссии? 10 марта состоится экспертная комиссия. Я думаю, что нам понадобится 2-3 рабочих дня для того, чтобы обработать результаты, создать красивую новость и уже более информативно рассказать о тех проектах, которые пройдут экспертный совет. Алена, вот вы рассказали о локациях, которые планируются для съемок, о полных метрах и сериалах. А что касается жанров, какие жанры все-таки хотят снимать на территории нашего региона? Жанры в этом году прям чрезвычайно разнообразные. У нас есть и военные драмы, и комедии, и приключения, роуд-мови. Таких вариантов даже несколько. Появились детективы. Есть интересная детективная драма от киностудии «Безелес». В том числе, мне кажется, она такая интересная, потенциально имеющая успех. Есть комедийные драмы, многосерийные криминальные драмы. В общем, практически весь спектр. Обязательно, конечно, детское и семейное кино тоже присутствуют. Весь спектр, в общем-то, у нас есть, кроме анимационных проектов. В этом году не заявлено ни одного анимационного проекта. Интересно. И вот такой вопрос резюмирующий. Может быть, хотя бы примерно уже известно, каково финансирование? Сколько средств потратят на съемки на территории края? При заявках кинокомпании заявляют бюджет каждый вообще, в принципе, по тем проектам, которые будут реализованы. Сейчас в общем объеме судить немножко рано. Надо будет смотреть, сколько смен будет проведено на территории края. Но если выражаться экспертно, надо еще понимать, что не все, возможно, не все из 15 заявок будут сняты в этом году. Так бывает. Но по нашему экспертным ощущениям затраты кинокомпаний на территории региона в этом году составят более 120 миллионов рублей. Благодарю вас, Солена. Напомню, что об итогах приема заявок от кинокомпаний, планирующих осуществить съемки в Прикаме, мы говорили с Аленой Семеряковой-Волковой, директором Центра развития кинопроизводства. Спасибо вам.